Это практически в то самое время, когда крупный бизнес в Германии отправился на встречу с российским президентом. Канцлер Ангела Меркель в одиночестве поехала в Киев. Встречал её Пётр Порошенко. И началось всё довольно некрасиво. С подробностями Иван Беляев. От встречи фрау Меркель и пана Порошенко в Киеве сенсации никто не ждал. Но практически в самом начале произошло то, что обсуждать будут даже больше, чем итоги переговоров. Канцлера ФРГ украинский президент встречал на крыльце Мариинского дворца. После рапорта начальника почётного караула военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем главы проследовали по красной дорожке. Меркель остановилась, чтобы всего лишь проявить вежливость и на украинском поприветствовать военных. Витаю военник! Руга! Именно ответ воинов наполнил этот эпизод совершенно иным содержанием. Канцлеру Германии дружно ответили бандеровским приветствием. Фраза «Слава Украине! Героям слава!» была лозунгом украинских националистов, которые в годы Второй мировой помогали немецким нацистам. А в этом году президент Незалежный сделал её ещё и воинским приветствием. Впрочем, на совместной пресс-конференции центральной темой стала другая война на Донбассе. Жаль, что нет стабильного перемирия. Погибают солдаты на линии соприкосновения. Нам необходимо объединить наши усилия, которые касаются зон разведения сил. Мы также совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН для того, чтобы достичь мира. Меркель напомнила, урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины можно, лишь соблюдая минские договорённости. Порошенко поддакнул, мол, тоже верит в их успех. И это на фоне сообщений о том, что Киев продолжает методично обстреливать Донецк и Луганск. Но об этом предпочли не говорить. Зато виновником напряжения в Донбассе вновь объявили Москву. Порошенко в очередной раз потребовал вывести из зоны так называемой АТО мифические российские войска. То, что за годы конфликта их не смогли обнаружить, даже сами украинцы никого не смущает. По мнению Меркель, отказываться от санкций против России пока рано. Мы обсудили, что санкции связаны с определённым положением. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить санкции. К сожалению, минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру вперёд. Но затем откат назад. Поэтому Германия будет выступать за продление санкций. Другая тема — контрсанкции, которые Россия ввела из-за недружественной политики со стороны Украины. Глава Незалежной по этому вопросу предпочёл отшутиться. За невеликим исключением это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов. Хочу сказать, что для украинцев пребывание в этом списке — это как государственная награда. Нами это так воспринимается. Со многими из этих достойных людей Меркель тоже встретилась и озвучила украинским министрам то, о чём, по идее, должен был говорить Пётр Порошенко. О необходимости развивать экономику, обеспечить украинцев работой внутри страны, чтобы многим не приходилось выезжать за границу в качестве гастарбайтеров. И о коррупции. Международная аудиторская кампания ещё в прошлом году поставила Украину по уровню коррупции на первое место в мире. На фоне вроде бы гладких переговоров, Украина и Германия обнаружили то, в чём по России расходятся. Это позиция по Северному потоку-2. Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Киев беспокоится, что после строительства Северного потока-2 не сможет столько зарабатывать на транзите газа в Европу. А Берлин заинтересован в диверсификации путей доставки голубого топлива, чтобы не ставить свою энергетическую безопасность уже в зависимость от капризов Украины. Иван Беляев, Ибрагим Ибрагимов, Вести.